Это итоги недели. В студии Ольга Васенда. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих семи дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районе Молодежной полным ходом идет возведение новой улицы. Будут предусмотрены две большие парковки на 700 мест и на 600. На какой стадии строительство? За здоровьем на лыжню. В Бобруйске прошло главное зимнее состязание. Все, кто пришел сегодня, они уже настоящие победители. Как это было? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президентский пост, человекоподобный робот и египетское открытие. В пирамиде Хеопса обнаружили новый коридор. Чем он удивил исследователей? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Превыше всего экономика. Президент провел большое совещание Совмина в Доме правительства. Александр Лукашенко потребовал уделить повышенное внимание строительной отрасли. Это касается и незавершенных объектов, в частности, брошенных международными банками, и возведения жилья, в том числе арендного. Белорусский лидер акцентировал на проблемах со стабилизационными фондами, о которых ему из года в год докладывает КГК, и напомнил об ответственности за падеж скота. Конечно, особое внимание в борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Без предела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке. В приоритете от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулированной и торговли, Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, местных органов власти обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. По результатам мониторинга предприятия, особенно в регионах, отметил глава государства, критикуют работу банковской системы. Основных претензий две – недостаточная помощь в поиске маршрутов платежей и затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. Поставлена задача создать единый центр содействия. Президент также поручил не упустить время и нарастить товарный поток с Китаем. Среди стран дальней дуги КНР – главный стратегический партнер Беларуси. По итогам недавнего визита в Пекин заключены почти 40 контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Белорусская партия, интраназальная вакцина и мясной деликатес в стране теперь производят суп в виде колбасы, где выпускают новинку. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси продолжается активное обсуждение программы партии «Белая Русь». Главные ее постулаты – доступные бесплатные медицины и образования, защита материнства и детства, достойная оплата труда. Предложения можно внести на круглых столах, опросах и дискуссионных площадках. В Могилевской области их около 150. Учредительный съезд, напомним, пройдет в столице 18 марта. Наш регион представит 119 человек. Белорусские и российские ученые создадут препарат против туберкулеза. Уже налажено сотрудничество с научно-исследовательским институтом гриппа имени Смородинцева. Проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии легких. Применять лекарства планируют интраназальным способом, то есть через нос. В стране создадут спецфонд для страхования от невыплаты зарплат. Сейчас идет разработка проекта указа главы государства. Согласно документу, если организация «Банкрот» не выдаст работнику денежные средства, она будет обязана возместить задолженность в размере трехмесячного заработка. Только в 2022-м около 200 белорусских предприятий имели долги перед своими сотрудниками. В Беларуси впервые начали производить суп в виде колбасы. Новинки выпустили на Гродненском мясокомбинате. Из них можно приготовить солянку, рассольник, флячки, овощной микс, бульон с курицей и рисом. Заготовку нужно просто залить водой и довести до кипения. Колбы супы уже появились в магазинах. Их можно купить по цене банки тушенки. В такой упаковке их давно используют для продажи в европейских странах. Автомобили «Джили» стали лидером продаж по итогам февраля. Продано свыше 650 машин. Для сравнения, всего новых авто реализовали без малого тысячу. Сейчас на белорусском рынке представлено 10 брендов в этой отрасли. Уже в третьем квартале ожидается приход новых марок. Что касается отечественного производителя, за 2023 завод планирует выпустить порядка 30 тысяч кроссоверов и седанов. Обаяние, нежность и безграничная забота. На неделе страна отметила День женщин. По традиции первым эстафету поздравлений принял мэр. На торжественный прием пригласили представительниц разных отраслей – медицины, образования, промышленности, культуры и спорта. Цветы и подарки получили и ветераны Великой Отечественной. Как это было? Давайте посмотрим. Праздник, наполненный свежестью цветов, искренней благодарностью и заботой о близких. Все это про 8 марта. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной. Целая делегация во главе с мэром приезжает поздравить Ольгу Головкину. Заглядывают высокие гости и к Надежде Хрущинской. В подарок нежный букет тюльпанов, корзина продуктов от городских предприятий и самые теплые пожелания в адрес хозяйки дома. Отечественные цветы – это для вас. Это для вас. С праздником вас. Всего вам хорошего. Крепкого здоровья. Это самое главное. За плечами Надежды Яковлевны большая и достойная жизнь. Когда началась война, ей было всего 14. Доставляла ценные сведения партизанам. Но нашелся предатель. И нашу героиню вместе с мамой и маленькой сестрой арестовали. В тюрьме и лагере они прошли через настоящий ад. Фашисты морили голодом, брали у детей кровь и заставляли работать в нечеловеческих условиях. В лес повезли в барак, чтобы зажечь нас. И уже привезли, и все, пошли. Там зачем, не знаю. С мамой выскорили оттуда. И дверь не закрыта была. Как это получилось, я прямо не знаю. Это не на Господа, я говорю. Вот так. Мы остались живы. На праздничный прием к Игорю Киселю приглашены 12 прекрасных дам. Представительницы разных сфер деятельности. Здравоохранения, образования, промышленности, культуры и спорта. Все они доказали, можно быть успешными и в профессии, и в семейной жизни. Конечно, на ваших крупных плечах лежит все. Это семейный чаг, это воспитание детей. Мы за вами, как за каменной стеной. В праздниках все-таки бы я хотел пожелать любви, радости, счастья, семейного удачи. И всем пусть ваши мечты сбываются. С праздником! Без должного внимания не остается ни одна женщина. Ведущие рассказывают о профессиональных и творческих успехах милых дам. В этот день для них цветы и подарки. Комплект постельного белья, мыло ручной работы, изысканные пирожные от кондитерской донатика и приятный сюрприз – билеты на праздничный концерт Александра Солодухи. Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень душевно, и я бы даже сказала, торжественно, но в тот же момент и по-домашнему. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с этим прекрасным праздником. С днем 8 марта желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, любви, счастья и удачи. Хочу поздравить всех женщин с праздником, оставаться им молодыми, красивыми, чтобы им сопутствовала всегда удача, хорошее настроение их не покидало. И благодарна руководству нашего города за оказанную возможность быть участницей такого мероприятия. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича заслуженный артист презентует новый 14-й альбом «Мы живы». Главные композиции «Мы будем вместе», здесь берег твой и листки календаря. Всего 12 треков. Каждая песня пронизана искренней любовью к родной Беларуси и трепетной нежностью к прекрасным женщинам. Татьяна Горобыч, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Масштабный апгрейд. Реконструкция Титовского моста вышла на новый уровень. Готовы шесть опор из семи. Земляные насыпи со стороны Бобруйска и Рогачева устроены на 90%. Специалисты уже произвели надвижку первой металлической конструкции в пролетное строение. На это понадобилось несколько дней. Ювелирная слаженность действий и современное гидравлическое оборудование. Сейчас начались работы по сборке второго элемента. Его планируют установить в мае. На данный момент ждем благоприятных погодных условий в виде теплой погоды. Ждем, чтобы оттаяла наша насыпь. И будем приступать к укреплению откосов монолитным бетоном. Ну а дальше по порядку установка бордюра, устройство дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия. По плану, когда закончат новый мост, начнут модернизацию старого. На выходе будет два независимых путепровода длиной 252 метра. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся Береговая и Рогачевская. Реконструкция, напомним, запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Работа кипит и в другом конце города. В микрорайоне «Молодежный» возводят новую улицу. Пуховская свяжет строителей Днепровской флотилии и бульвар Приберезенский. Практически закончен монтаж ливневой канализации. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие, установить бордюры и опоры освещения. К завершению подходит и строительство троллейбусной линии. Далее о глобальном расширении. Молодежный микрорайон растет не по дням, а по часам. Буквально за десятилетия пустырь превращается в благоустроенное место для жизни. А совсем скоро здесь закончат возведение новой улицы. Пуховская свяжет сразу три транспортные артерии. Строители Днепровской флотилии и бульвар Приберезенский. Общая протяженность почти 800 метров. Ширина проезжей части – 9. На улице Пуховской будут предусмотрены две большие парковки. На 700 мест и на 600 – две. И еще маленькие четыре штуки. На ней предусмотрена велосипедная дорожка, тротуарная дорожка с двух сторон. А также еще предусмотрены линии освещения. На объекте трудятся специалисты ДСУ-16. Работает около 20 единиц техники. Погрузчики, грейдеры, экскаваторы. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие, установить бордюры и опоры освещения. Параллельно завершается благоустройство Днепровской флотилии и Приберезенского бульвара. Работы по монтажу ливневой канализации подходят к завершению. Основные ветви канализации уже проложены. Осталось сделать врезки к будущим домам. Работы должны закончиться в июле месяце. С расширения микрорайона возникает необходимость продления второй троллейбусной линии. К маршруту добавляется более километра. Конечную остановку переносят на пересечении строителей и Пуховской. Благодаря этому добраться до места отправления смогут даже жители района тепличного комбината. До ближайших домов порядка 500 метров. Работы ведутся с октября прошлого года. Сейчас они на финишной прямой. С улицы Сикорского до конца улицы строителей на сегодняшний день работы по троллейбусной линии полностью завершены. Происходит некоторая пусконаладочная работа, что должны вот-вот закончиться. Реконструкция перекрестка Сикорского начнется в следующем месяце. И там останется порядка, наверное, 10% натянуть троллейбусного кабеля этого и провода, для того, чтобы троллейбус пошел уже по новой линии. Еще 10 лет назад желающих жить в микрорайонах было немного. С развитием инфраструктуры картина приоритетов меняется. Теперь здесь есть все для комфортной жизни. Современные школы и детсады, магазины с парковками и спорткомплекс с бассейном. Прекрасно ходит общественный транспорт. Добраться до центра уже не проблема. Новая часть города отличается от исторической кардинально. И в этом свой шарм. Татьяна Горобыч, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Новая часть города. Более детей воспитывают свыше 120 тысяч семей. К слову, тем, кто мечтает завести малыша, предлагают бесплатную попытку ЭКО. Каждая супружеская пара, которая имеет проблемы с зачатием, имеет возможность подать документы в областные комиссии. Это должны быть граждане Республики Беларусь. Женщине должно быть старше 40 лет. Также необходимо, чтобы супружеская пара была в законном браке. И должны отсутствовать показания для использования донорских половых клеток. Беларусь вошла в список 50 лучших стран мира по ведению беременности и родов. В Республике более 20 лет успешно действует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Специализированная высокотехнологичная медпомощь оказывается в стационарах и амбулаторных условиях. Показатель младенческой смертности – самый минимальный среди государств СНГ и ниже, чем в Польше, Литве, Великобритании и США. Здоровая конкуренция. Бобруйская лыжня 2023 объединила горожан разных возрастов и профессий. На старт вышли представители власти, трудовые коллективы, учащиеся школ и колледжей. Поддержать участников пришли сотни болельщиков. Эмоции победителей и зрителей запечатлела наша съемочная группа. 10.30 утра. Бобруйск-арена. Такого количества спортсменов на территории Ледового дворца не было давно. Ежегодная лыжня – один из самых любимых праздников. За победами и эмоциями сюда приезжают более 400 человек. Представители трудовых коллективов, молодежь, ветераны. На трассе снега хватает всем. Команды готовятся к старту. Настроение боевое – это мой первый такой спортивный марафон, скажем так. Поэтому, конечно, победа в приоритете. Хотим поучаствовать, ну и, соответственно, победить тоже. Потому что погода хорошая, праздник для города. Как бы все красиво. Первая на старте – команда Бобруйского горисполкома. Впереди дистанция – тысяча метров. На кону кубок и денежные премии. Секундомер начинает отсчет. Большинство участников знают особенности этой трассы. Лыжню здесь проводят много лет. И есть и новички, которые изо всех сил стараются не отставать. Главная цель праздника – это формирование здорового образа жизни и популяризация физической культуры и спорта среди нашего населения. Собралось достаточное количество команд, участников. Я думаю, что праздник удался. И пожелаю всем хорошего настроения и удачи. Среди участников и бобруйские медики. Они, как никто другой, знают пользу спорта. Да еще и на свежем воздухе. Ежегодно команда в числе лидеров. Возглавляет ее депутат Палаты представителей. Владимир Гацко первым приходит к финишу. Как всегда во всех соревнованиях кто-то побеждает, кто-то радуется успехам. Но я считаю, что все, кто пришел сегодня, они уже настоящие победители. С огромным удовольствием поучаствовал, проехал, получил заряд энергии. Ну и всем желаю, безусловно, крепкого здоровья. Ну а нашему городу процветания и благополучия. Настоящий класс показывают ветераны труда. За плечами колоссальный опыт. Они настроены только на победу. Трассу покоряют учащиеся колледжи и воспитанники подростковых клубов. Не беда, что не все получается. Главное – спортивный азарт и желание работать в команде. И хотя зима сдала уже свои позиции, эти снежные выходные позволили сменить офисный дресс-код на спортивный. Настроение отличное. Трасса в тысячу метров – то, что нужно, чтобы получить заряд бодрости на всю рабочую неделю. Пока одни ставят личные рекорды, другие отплясывают под зажигательную музыку. Те, кто замерз или проголодался, восстанавливают силы горячим чаем, сытными пирожками и ароматным шашлыком. Ну а детвора с удовольствием лепят фигуры и снега. Кого здесь только нет – медведи, зайцы, черепахи. Весело и креативно. Настроение шикарное. Я эту лыжню очень долго ждал. Трасса тоже очень хорошая. Правда, из-за того, что, конечно же, сейчас погода плюс 10, где-то так, наверное, я думаю, на поворотах сильный лед. Ну и поворачивать очень трудно. Бобруйский Маш первый раз в этом году участвовал, так как мы входим в холдинг Бобруйский Громаш. А в этом году нас подзвали отдельно, отдельно выступить. Мы выступили. У всех прекрасное настроение. В категории «Органы госуправления» бронзу берет Бобруйский горисполком. Серебро у спасателей. Ну а победа достается медикам. Среди предприятий третье место занимает Таим. Второе – Бобруйск Сельмаш. Первое – Белшина. Однако награды не самое важное. Главное, что в город снова вернулся праздник, который объединяет людей и согревает сердца. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Запрет на ТикТок, хранилище СО2 и технологии 21 века. Илон Маск презентовал новую разработку. Что умеет делать «Оптимус». Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Си Цзин Пинь стал главой КНР в третий раз подряд. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей вновь переизбрали его на пятилетний срок. Решение принято единогласно. 69-летний политик сохранил пост председателя Центрального военного совета. В голосовании участвовали почти три тысячи граждан. Переизбрание стало возможным после внесения поправок в Конституцию в 2018-м. Американские сенаторы подготовили законопроект, который позволит Джо Байдену запретить использование ТикТока. Среди поводов для беспокойства – опасения за безопасность хранения персональных данных пользователей. Кроме того, есть подозрение, что социальная сеть может быть использована в качестве инструмента пропаганды. Ожидается, что документ будет представлен в ближайшее время. Его одобрили 24 конгрессмена, 16 – против. Илон Маск презентовал человекоподобного робота «Оптимус». Его рост – 173 сантиметра, вес – 56 килограмм. Максимальная скорость передвижения – 8 километров в час. Изобретатель уверяет – умная машина может переносить предметы, выбрасывать мусор и даже сходить в магазин. Для этого у нее есть противопоставленные большие пальцы и гуманоидные руки. Американский предприниматель заверил – у Тесла уже есть не одна похожая разработка. Первое в мире трансграничное хранилище СО2 открылось в Дании. Первоначально это приведет к захоронению полутора миллионов тонн парниковых газов в резервуаре глубиной 1800 метров под Северным морем при помощи технологии по улавливанию углерода из промышленных процессов, его транспортировку и хранение. Поддержала эту идею и группа ООН по изменению климата. Но критики говорят – методика не проверена и может быть опасна. Команда исследователей обнаружила новый коридор в пирамиде Хеопса. Памятник архитектурного искусства – единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней. Длина прохода – 9 метров, ширина – больше двух. Это одно из самых важных и значимых открытий за последнее время. Работа над проектом ведется с 2015-го. Исследование проводит группа египетских ученых при поддержке коллег из университетов США, Франции, Германии, Японии и Канады. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин